Минимизировать нарушения в финансовой сфере и научиться рационально распределять денежные потоки, используя опыт коллег. Контрольно-счетные органы Чеченской Республики и Крыма заключили договор о сотрудничестве. Его подписали руководители двух ведомств во время рабочей поездки в Грозный. Насколько необходимо это соглашение и как оно повлияет на развитие полуострова, смотрите далее. Опыт Чечни неоценим. По мнению председателя Крымской счетной палаты, за несколько лет там удалось достигнуть такого уровня, которому полуостров в связи с известными обстоятельствами безуспешно стремился более 20 лет. С 2014 года в Крыму все изменилось, но до сих пор в работе многих структур остаются серьезные пробелы, в том числе нарушения в финансовой сфере. У нас бюджет уже пересматривался около 10 раз в этом году и сегодня составляет больше 130 миллиардов. Это только наш крымский бюджет, не включая города Севастополя. Требует особого контроля, особых усилий для того, чтобы эти деньги пошли именно в то нужное русло. А Чечня уже имеет этот опыт, она уже его наработала. И задача какая? Во-первых, обеспечить прозрачность. Мы не можем каждую малейшую сделку увидеть, услышать, понять. Но если будет обратная связь с людьми, то, конечно, нам будет легче реагировать оперативно на определенные нарушения, которые где-то там далеко-далеко. Соглашение о сотрудничестве с контрольно-счетными органами Чеченской Республики позволит Крыму перенять опыт в непосредственном освоении поступающих денег. У нас сегодня какая проблема? Нам 20 лет говорили, нема кошки в Украине, поэтому никто ничего не делал. И объяснения людям были какие? Нет денег, мы вам помочь не можем. Сегодня есть деньги, мы их должны осваивать, а мы-то не привыкли работать, как работают российские регионы. Конечно, на всё нужно время, но Анатолий Заиченко уверен, если перенять всё положительное у Чеченской Республики, в Крыму всё наладится уже в ближайшие несколько лет. А для этого в рамках договора запланирована программа повышения квалификации сотрудников, проведения совместных семинаров и круглых столов. Екатерина Наумова, Алексей Романов. Время новостей.